итак друзья мы с вами сейчас закончили курс 45 это создание класса для рисования круга вы посмотрите 6 уроков важно выполнить домашнее задание я скажу сейчас чуть больше я скажу вообще по разделу и так дорогая дорогие друзья мы с вами проделали очень большую работу так как киви документация она констатирует только поэтому требуется очень 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 много объяснять на самом деле этот раздел начался шага 33 по 45 то есть это более 10 число объяснений кода мы объясняли каждую строчку мы начали самого простого в этом разделе это с таких вещей сейчас секунду он touch down on touch move on touch up то есть касание передвижения когда мы отпускаем мы риса учились делать динамические классы рисовать наша задача ставилась довольно серьезная в чем она заключалась мы много работали над кодом создали дробл виджет тут очень много разбирались по пайтон то есть мы создали виджет невидимый вокруг каждого предмета чтобы мы могли все это двигать также приобрели опыт неоценимый по таким вещам как рисование динамическое обновление динамическое когда закончить создание создание фигур создание виджетов это довольно большой раздел очень много кроме обычных нормальных человеческих объяснений мы постоянно заглядывали в документацию чтобы ваши глаза привыкали к документации и к ее интерпретации поэтому здесь проделана огромная работа конечно же так как киви он вроде бы просто имеет это очень такой специфический продукт качать действительно он очень просто устроен он очень удобно устроен удобство в том что киви имеет свой язык по сути дела очень классный язык очень простой и силы это и этого языка в том что вот мы допустим при рисовании ничего не импортируем мы просто напросто указали назвали значит макет и далее просто отмечаем мы на ходу просто на ходу называем значит переменные внутри класса как обращаться к классам ну само собой когда вы смотрите особенно первый раз то навряд ли это будет понятно потому что пройдено большое количество уроков огромное количество уроков и мы пойдем дальше просто я констатирую тот факт что в данном случае заканчивается большой подраздел динамического рисования далее мы мы пойдем уже работать с управлением программой то есть будем работать над меню программы то что надо вам будет в будущем то есть определенными кнопками ранее мы все это создавали при помощи макетов разных совершенно мы применяли разные макеты так как чтобы вот допустим эти кнопки были тут размещены эти кнопки у нас допустим это тагл тугл батон то есть пока не отпустишь нажмешь пока второй раз не нажмешь она будет нажатая много-много-много всего просто важно важно идти по порядку поэтому я к чему вел разговор то сегодня у нас 45 курс но он не последний я просто сказал что мы заканчиваем огромный раздел и хотел именно сказать не хотела сказал что наиболее десяти часов разбирали динамическое рисование то есть разбирали каждую строчку кода углубла углу углублялись где нужно в пайтону п где нужно объясняли киви переменные где нужно объясняли сам кусок кода пайтон почему применяется те или иные функции этот раздел он дает не только понимание киви но углубляет вас и в пайтон и написание кода чистого на чистом по этом что дает хороший опыт и в конце концов мы проходим подробно разбирая как писать приложение на киви это очень важно по сути дела многие куски кода можно использовать сразу в своих программах потому что здесь особо ничего не придумаешь те же методы on touch down on touch move on touch up они же описаны например в киви касания движения пускания мы их просто учимся переопределять и так далее и так далее поэтому как найти вообще школу ну я всегда говорю так просто найти spb-tut.ru далее нажимаем еще по это for android и переходим на сайт поэтому тире android spb-tut.ru подробное руководство киви на русском языке а то что можно сделать на киви но это для новых я говорю вы видите довольно много в этом курсе еще скажу я создавал на примере одного из уроков вот если нажать на киви еще как стать программистом курс обязательно посмотрите здесь я просто рассказывают как действительно можно исполнить мечту стать программистом спасибо вам за доверие с вами был валерий бавсыновский